Регион Ставропольское мясо птицы должно стать локомотивом регионального экспорта. Об этом сообщили в Министерстве сельского хозяйства края. Сейчас мясо экспортируется в более чем 35 стран ближнего и дальнего зарубежья. В этом списке страны Ближнего Востока, Северной Африки и Персидского залива. Президент поставил аграриям страны задачу увеличить объем экспорта продукции в 4 раза. В настоящее время доля ставропольского мяса птицы составляет 40% от общероссийского экспорта. И эта цифра вполне возможно будет расти, как считают эксперты. Ставрополье занимает лидирующие позиции в России по производству тепличных томатов, сообщает Пресс-служба регионального министерства сельского хозяйства. Производство овощей в крае активно развивается. Общая площадь тепличных комплексов на Ставрополье сегодня составляет почти 200 гектаров. Это позволило аграриям Ставрополя вырастить почти 52 тысячи тонн помидоров, что, к слову, составляет 13% от производства по стране. Отмечается, что ставропольские овощи также продают в ряде российских регионов. В частности, это Московская, Ленинградская и Липецкая области. Некоммерческие организации Ставрополя могут заручиться поддержкой властей. Семинар-совещание для руководителя НКО региона прошло в краевом правительстве. По официальным данным, сейчас в регионе зарегистрированы почти 3000 некоммерческих организаций. Более половины из них могут рассчитывать на финансовую помощь. В частности, это региональные субсидии или федеральный грант. Для жителей и гостей Железноводска проведут фестиваль «Спорт для всех». Он будет проходить со 2 по 6 января в парке Говорухина и на площадке перед Пушкинской галереей. Все желающие смогут поиграть в хоккей с метлой, повыбивать городки валенками и сразиться в метании снежков со снеговиком. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова